Ну и перейдем к первой теме выпуска. В два раза увеличился туристический поток в Хабаровск из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Но на бюджете города это почти не сказалось. Парадокс. Этот парадокс возник из-за деятельности китайских туристических компаний, основных поставщиков иностранных гостей в краевую столицу. Они сами организовывают туристические маршруты, проводят экскурсии с помощью своих гидов. Соответственно, внушительная часть средств остается на китайской стороне. Местные турфирмы в связи с этим несут убытки, а казна недополучает налоговые платежи. Это лишь одна из проблем, которая тормозит развитие туриндустрии. Среди остальных отсутствие режима «открытое небо» в аэропорту Хабаровска, малая пропускная способность речных портов, устаревший дебаркадр, также неэффективное продвижение туристических возможностей города за рубежом. И вот когда мы говорим о росте турпотока, хочется понимать, о каких цифрах идет речь. Так вот, в прошлом году наш регион посетили свыше 52 тысяч иностранных гостей. Это на 4 тысячи или на 8 процентов больше, чем в 2017. Казалось бы, все хорошо. Ну а теперь давайте сравним ситуации в соседнем Приморье. Да все, кто последние 2-3 года посещал Владивосток, наверное, и так, картина очевидна. Азиатских туристов там очень много, причем заметно выросло число молодежи, которая очень активно посещает местные кафе и рестораны. Так вот, к цифрам. В 2018 году Приморье посетили около 780 тысяч иностранных туристов. Прирост составил 20%. За последние 10 лет это максимальный зафиксированный показатель объема иностранного турпотока в регионе. Основной рост отмечен из направления по республике Корея. Вот сравнивайте. По словам директора департамента туризма Приморского окрая, для жителей Кореи и Китая в последние годы путешествовать во Владивосток стало модно. Власти региона сотрудничают с крупными южнокорейскими турфирмами, блогерами и рекламными агентствами для продвижения туристической привлекательности региона. Для кого не секрет, что развитие въездного туризма весьма положительно сказывается на экономике региона, причем речь не только о налоговых поступлениях. Это положительно сказывается на развитии бизнеса, растет уровень и количество местных заведений, которые работают в сфере гостеприимства, появляются новые рабочие места и так далее. Популярность среди иностранных туристов крайне положительно влияет на имидж региона. Ну так что же тормозит развитие въездного туризма в нашем крае и как изменить ситуацию? Об этом мы поговорим с нашей гостьей в студии. Анастасия Степашко, председатель правления Дальневосточного регионального сообщества туриндустрии. Доброе утро. Анастасия Андреевна, доброе утро. Вот мы уже начали проводить параллель с Приморьем. Продолжим. Понятно, что Владивосток это портовый город, да? То есть у них есть некоторое транспортное преимущество. У них не только самолетом и наземным транспортом прибывают туристы, еще и паромами очень много приезжает туристов. Но только ли это объясняет такую колоссальную разницу и такой колоссальный разрыв в количестве иностранных туристов? Ну, я хотела бы немножко начать со статистики. Значит, по тем данным, которые мы пользуемся, в Хабаровском крае в прошлом году комитет по туризму дает 54 тысячи туристов. А аналитика Приморского департамента, опять же, который мы видели, там они говорят о 650-660 тысячах иностранных туристов, приехавших в Приморье. Вот, ну, по поводу транспортного фактора вы говорите абсолютно правильно. То есть, допустим, если мы возьмем структуру потока из Приморья, то мы увидим, что 365 тысяч туристов приехало из Китая. И в основном они прибывали наземными переходами. Значит, наземных переходов в Приморье-5, это два в Хасанском районе, два в районе Уссурийска и один в Лесозаводске. Значит, если мы возьмем, как бы, тех, кто идет в Тореме, это корейцы. Значит, их было 222 тысячи, они в основном, естественно, прибывали самолетами. И в августе прошлого года, значит, там в некоторые дни было 7 рейсов в день между Кореей и Владивостоком. То есть, ну, понятно, что, естественно, когда у вас есть столько возможностей привезти туристов, вы их в таком количестве привозите. Ну, и, конечно, второй фактор, который надо отметить, это тоже, в общем, о чем вы говорили, это маркетинговые усилия Владивостока. То есть, они действительно вкладывают значительные средства в последние годы в продвижение возможностей своего региона за рубежом. И, конечно, они очень удачно пользуются теми туристическими брендами, которые у них есть. То есть, это внешний вид города с мостами Владивостока, это, конечно, их казино, это Мариинский театр. В общем, как бы для рекламы, для продвижения мы же все прекрасно понимаем, что бренды это очень важно. Ну, у нас ведь тоже много чего есть, тоже есть мост, есть засад при Амурский, да, потрясающий. И многое-многое другое на территории Хабаровске. Можно с пятитысячной купюрой пофотографироваться. Но что все-таки тормозит въездной туризм у нас тогда? Ну, смотрите, да, вот опять же, давайте начнем с того же самого пресловутого транспортного фактора, как это выглядит в Хабаровске. Значит, у нас, несмотря на то, что мы приграничный регион, у нас всего три пункта пропуска пассажирских, через которые выезжают туристы. Один из них, это речной пункт пропуска на Хабаровске, вы знаете, что он работает всего полгода с мая по октябрь. Второй, это пункт пропуска Покровка-Жаухэ, который тоже, в общем, там, как бы некоторое снижение идет по туристам в последние годы. Ну, и наши аэропорты, мы прекрасно знаем, что количество рейсов международных в нем меньше, чем в Приморском аэропорте. Но у нас нет еще и режима открытого неба, и вот это вот очень сильно, как мне кажется, тормозит как раз развитие Хабаровска по сравнению с Приморьем. Ведется ли, может быть, какая-то работа с федеральными властями, то же федерация разрешает как раз режим открытого неба? Да, я помню, в конце года даже губернатор говорил о том, что, скорее всего, положительно этот вопрос решится. Есть ли какие-то подвижки здесь? Ну, вы знаете, это действительно федеральный вопрос. Значит, есть подвижки или нет, я, к сожалению, сказать не могу. Вот, тут, знаете, какая ситуация. С одной стороны, в нашем аэропорту сейчас в любом случае есть возможности, которые позволяют его развивать и без режима открытого неба. Но, с другой стороны, никто не отменял того, что, то есть, ведь в чем преимущество режима открытого неба? То есть, оно в том, что согласование захода иностранной авиакомпании, его определяет только аэропорт. То есть, если этого режима нет, то это все уже, это уже по квотам, это уже согласовательная процедура, и, конечно, это все сложнее. Поэтому, говорить, что на 100% количество международных рейсов у нас меньше, потому что нет режима открытого неба, нельзя. То есть, есть другие возможности для развития. Но говорить о том, что этот режим нам никак не поможет, я бы тоже не стала. Естественно, как бы его наличие, да. Возможно, со строительством нового терминала все поменяется в лучшую сторону. Ну, да, мы на это надеемся. Но, с другой стороны, да, опять-таки мы вернемся к тому, каким образом продвигают соседи свои туристические услуги и как можем мы. Там, в Приморье, например, опять же, да, привлекают блогеров, делают так, чтобы действительно было модно приезжать в Приморский край. И это правда, я вижу очень и очень много, например, тех же молодых туристов. Разрабатывают интересные туристические карты, есть специальные приложения для молодежи на телефонах, смартфонах, и они какие-то квесты устраивают по городу. С одной из, по-моему, корейских авиакомпаний было даже соглашение о том, что покупая билет на самолет, ты получаешь несколько контрамарок в различные театры, музеи и также скидки в бары, рестораны. У нас что, да. Да. Ну, смотрите, тут хороший вопрос на самом деле. То есть один из ответов, потому что я могу говорить, конечно, в первую очередь со стороны представителей нашего туристического сообщества от имени бизнеса, ну, у нас объем рынка просто меньше. То есть мы же понимаем, что это все определенные затраты на маркетинг, на изготовление этого продукта, что все это нужно разрабатывать, это все стоит не так дешево. То есть у нас рынок меньше, участников рынка тоже меньше, соответственно, они меньше средств могут на все эти вещи тратить. Ну, и, безусловно, наверное, при море действительно вот то, о чем мы говорили, что у них больше бюджета на всевозможные там продвижения, на приглашение вот этих подблогеров и так далее. То есть, конечно, этот фактор тоже влияет. Бизнес мы вот вроде как поговорили, да, есть некоторые сложности. А со стороны властей нашего города есть ли какие-то движения, играя навстречу туристической индустрии? Ну, да, такие движения есть. То есть у нас как раз вчера прошел совет по предпринимательству, который был посвящен вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства. Там основные вопросы, которые обсуждались, как раз предложения по развитию туризма, в том числе и наша ассоциация выступала с докладом на эту тему. Я пока не могу сказать, мы не видели протокола, естественно, его еще нет. Что именно будет принято для реализации. Но вот могу сказать, что вчера очень позитивно воспринимался и обсуждался вопрос о создании в Хабаровске туристического информационного центра. То есть нам федеральное законодательство дает такой инструмент. Это центр, который объединяет информацию о туристических возможностях и занимается ее продвижением в России и за рубежом. У нас на сегодняшний день такого центра как бы нет. И это действительно, по примеру других регионов, очень эффективный инструмент, очень хорошая история, которая мало того, что позволяет привлечь профессионалов, о которых вы говорите, скажем так, для изготовления, даже не для изготовления, а для продвижения в большей степени вот этого туристического продукта. Но и плюс это координация действий участников рынка. То есть что мы действуем не разрозненно, а все-таки бьем в одну точку. Это тоже важный момент. Хорошо. Если мы все-таки будем говорить о текущей ситуации, и давайте попробуем разобраться, что будет, если мы будем работать вот с тем потоком туристов, которых есть. Вот 54 тысячи к нам приехало в прошлом году. И большинство, как мы понимаем, это все-таки жители Поднебесной, жители нашего соседнего Китая. И мы столкнулись с проблемой, что действительно они приезжают сами, они устраивают сами себе экскурсии. У них свои гиды, да, они эти экскурсии сами разрабатывают. Это вообще нормальная практика, это нормальная конкуренция? Ну, смотрите, да, опять же вернемся к цифрам. 54 тысячи, из них китайский поток 25 тысяч. То есть фактически это в этом году чуть меньше, в некоторые годы чуть больше, чем половина нашего всего туристического потока. Значит, то, о чем вы говорите, это для нас на самом деле проблема, потому что действительно китайские туристические группы, они покупают просто место в списке. Они не покупают готовый тур у хабаровских компаний. Нельзя говорить о том, что это 100% такого потока, но цифра довольно большая, это, скажем так, сложившаяся практика на рынке. И она, конечно, влияет на атмосферу и на те доходы, которые получают хабаровские туркомпании. Я прошу прощения, а это не нарушает законодательство? Нарушает, нарушает. Я знаю, что в некоторых странах гидом нельзя быть. То есть, смотрите, во-первых, это, скажем так, несимметрично, потому что такие же туристические группы из России, которые выезжают в Китай, они обслуживаются китайскими турфирмами, они не обслуживаются там российскими турфирмами. То есть, и второе, у нас в федеральном законе о туризме у нас прямо запрещено заниматься туроператорской деятельностью, если ты не зарегистрирован в федеральном реестре. Естественно, ни одна компания в этом реестре китайская не зарегистрирована. Но просто доказать, поймать за руку проблематично, интересно. Ну да, конечно, то есть, это же вопрос в том, что даже если мы берем гидов, то, да, нелегальных, да, которые у нас работают, то есть, ну, ведь это же очень просто, да, я показываю это место своим друзьям. Ну, не докажешь. Ну, да, да. К сожалению. Ну, будем надеяться, что то совещание, которое вчера прошло, будут приняты конкретные решения, которые помогут развитию туризма в нашем регионе. Спасибо большое. Ждем вас в студии еще, еще, еще один раз. Будем говорить, я думаю, уже о позитивных движениях. Напомню, у нас в студии была Анастасия Степашко, председатель правления Дальневосточного регионального сообщества туриндустрии. Продолжение следует.